Виктор Мережко Здравствуйте Ну, помимо этого, понятно, что и драматург, и режиссер, и актер, но все-таки сценарист это, скажем так Изначально моя профессия, да? Да, нет, изначально все-таки там масса других была профессия, если мы не про кино говорим Две, лесоруб, полиграфист, да Лет 10 примерно назад, отвечая на вопрос, какой из ваших фильмов, самый-самый-самый, вы назвали «Полеты во сне и наяву» Да Изменилось что-нибудь за эти лестницы? Нет, я остался, я люблю «Родню», которую Михалков снимал, мне нравится эта картина, и «Полеты во сне и наяву» Еще стал любить «Соньку золотую ручку» свою Это сериал все-таки, это не может быть Ну, сериал, а фильмы, еще очень хороший собачий пир Главная роль Шакуров и Наташа Гундарева, покойная Вот три картины я был обозначен Здравствуй, прощай, очень люблю эту картину Это одна из первых моих работ А вот про «Родню» Михалкова Я так понимаю, что с Никитой Сергеевичем вы прям дружили Очень дружили, но это не то слово Я помню всякие, он рассказывал истории, как вы зажигали в Германии Да, я ему на дню рождения подарил мешок картошки когда-то Почему? Какой был месседж, русское слово такое есть, месседж Какой месседж был? Потому что мне плохо было с картошкой, но покупали в авоськах Я решил ему на полгода или на сколько принести на квартиру на Малой Грузинской Это какие годы-то были? Это был 80-е 82-й или 83-й, не помню Но с Никитой Сергеевичем вы расстались, по-моему, потому что вы лоббировали Нику Да, Юлия Гусмана Гусмана и киноакадемия Ника Я был президентом киноакадемии И Никитий Сергеевич вам это... Не простил То есть совместные выпивания и прочие шалости были позабыты? Он человек умеет помнить и ставить определенные стеночки между тем, на кого он обижен Или зол, как угодно лучше называть, не знаю Вот на меня он был обижен или зол Потом мы помирились Он попросил меня стать представителем правильного дома кино Откуда я недавно ушел, год назад я отказался Ну, по другой причине, не за Никитой Сергеевича А кто сейчас на вашей оппозиции? Валерий Ахадов такой есть Это же тоже территория Гусмана была, в общем, дома кино Была, потом его прогнали оттуда Никита Сергеевича прогнал Вы как-то давно в одной из бесед рассказывали, что когда вы привезли фаткетчики из Баку или Гусмана Его здесь устраивали А Смирнов, наш знаменитый режиссер и отец Дуни Смирнова, его многие так знают, сказал Нафига нам в Москве еще один еврей? Да, еврей Я говорю, а у тебя мама кто? А при чем тут это? Я говорю, ну подожди Он талантливый человек, он великолепный предприниматель Я был с ним в Индии Я видел, как за кусок хозяйственного мыла, туалетного мыла Нас вот эти велорикши возили из Агры в центр города И туда и обратно Юлий Кусман умудрялся это делать Он талантливый человек очень в этом смысле А вообще в вашей киносреде в советское время был антисемитизм? Нет То есть это была такая шутка юмора? Женя, смотрите, у меня учитель был Вайсфельд, Илья Вениаминович, когда... Брагинский Брагинский, он очень спас меня Когда кафедра рубила, он прочитал мой сценарий, наскоро написанный, чтобы тот зарубили Я новый написал А зарубил ведь ведущий кинопанорамы Каплер Каплер, он же... Да До того, как вы стали ведущим кинопанорамы был Каплер И он зарубил, почему вы считаете? Действительно не понравилось? Он сказал, что это никуда не годится То есть по идеологии это не понравилось? Там еще был Дымшиц, завкафель такой Дымшиц Он сказал, что это идеологически неверно Я думаю, что Каплер как-то прислушался и написал разгромный Прочитал Брагинский новый сценарий Вместо этого я написал где-то за 15 дней, быстро И сказал, что это будущее светило нашей драматургии Так и так и оказалось Прошу поставить 5 ему Поставили 5 То есть Брагинский, Вайсельд, два замечательных еврея Учителя моего Я потом очень дружил с Брагинским Очень дружил Ходил в гости к нему Он маленького росточка был, сутулый Смешно, невероятно Такой, абсолютно такой пинг-понг, мячик Вы когда про смешно сказали Я вспомнил еще одну из ваших историй Что когда Нона Мурдякова попросила вас найти какого-нибудь Мужика Мужика, да, ему Вы познакомились с каким-то армянином, который Все время хохотал А на чем он смеется? Я говорю, ну ты смешно рассказываешь Когда дошло до дела, якобы Он, увидев ее во всей красоте перед постелью Он стал хохотать Как безумно Ужасно И она его выгнала, она пинком выгнала из квартиры Сказала, утром мне говорит Вить, что за дурака ты мне, придурка, дал такого Я говорю, ну какой попался Вы дружили ведь, да? С Муна Викторовна? Да Очень Я дружил с Папаном, с Юматом, с Мордюковой, с Гундаревой Это были мои А с Олегом Борисовым очень дружил Олег Иванович Просто я не знаю, как по факту Но по репутации вы были самым известным лавеласом Индун Джуаном в нашем кинобомонде Наверное, я не знаю Ну вот, во всяком случае, молва такая была Вот Нона Мордюкова в вашей системе координат Она привлекательна была, как женщина? Очень Да? Она была такая энергетика У нас ничего не приняло, Господи, ничего не было Сразу вот так Ушли, да? Нет, нет, нет Она была хорошая Энергетическая, она была женщина, понимаете? Она умела подать себя Умела хорошо одеться Умела рассказывать Умела обаять мужчину В этом суде она, конечно Не зря у нее столько было мужчин У нее столько было мужчин, потому что она Сама была по этому вопросу Она очень сильная была женщина Там слабый мужичок не мог прохилять никак Нет А как вы относитесь, кстати, в этом контексте Вот к этой волне, которая к нам из Америки пришла Всех этих разоблачений Сейчас актрисы вспоминают Отрицательно Резко отрицательно Я считаю, что Боитесь? Нет, я не боюсь, но это гадко Чего вы мне бояться? Я же не женщина Нет, ну так вот это и боятся Сейчас актрисы как начнут вспоминать Как Мережка Женя, есть одно правило Никогда не заводи флирс с актрисами Никогда Потому что, во-первых, если она снимается у тебя Как у режиссера или в сценарии То она начинает предъявлять свои претензии И вымогать то, что тебе не хочется Ты предстоишь ей управлять Ни в коем случае, не дай бог Ну, у вас, тем не менее, был уж как минимум с одной Очень известной актрисой Ну, короткий очень, два месяца Ну, нормально, за два месяца можно дело наделать Не, не надел Эта актриса недавно мне звонила Я понимаю, о которой речь Ой, а я буду в Питере А я скоро поеду в Питере Так там встретимся, конечно, встретимся Да, вы же живете как бы, ну, на два города, я понимаю Да, я называю бисексуалом Бисексуал, да Да Москва, Питер, Питер, Москва Я люблю, очень люблю Петербург Москва стала чужой город, потому что она убита Человейниками вот этим Бесконечным Ну, в Москву все едут, согласитесь Ну, из того же Питера, кстати Зачем едут? А? Зачем они едут? Ну, вот я не знаю Я еду за красотой Я еду за красотой и за энергией, за атмосферой в Питер Там, когда я выхожу гулять Я живу недалеко от Невы 10 метров до Невы 10 метров до Фонтанки 15 минут Не метров, минут До Летнего сада Понимаете, какой треугольник? Нева, Фонтанка, Летний сад, это Марсово поле еще Я хожу, иду каждый раз, сколько год я там жил Смотрю на дома Каждый дом произведения искусства Там нет повторяющихся домов Там энергетика Там не зря и Пушкин, и Чайковский Кто там не творил Мережка теперь Теперь Мережка вытворяет Кстати, возвращаясь к Никите Сергеевичу Что вы так к нему прицепились? Люблю его Интересен В каком смысле? Нет, он, я считаю, выдающийся Безусловно Он талантливый, очень талантливый человек Просто ведь я так понимаю, что Обида-то у него давняя должна быть Еще помимо Гусмана Вы же под него писали сценарий Во сне и наяву, нет? Для него, да Он меня познакомил с Балаяном А я Балаяна не воспринимал Я был часто на студии Довженко Там говорили так Ты диви, чего цих Май украинское призвище Призвище – это фамилия Але пишет на российской мове Да что они, кацапчий, что? Кацап Я же донских кровей Вот И я вот часто бывал Балаяна я не воспринимал Он мне казал Так он немножко Весокамерно разговаривает Так чуть-чуть Много говори Так И немножко с презрением И Никита мне говорит Напиши для Ромы сценарий Он без денег Совершенно без работы Мы встретились Я говорю Рома, о чем ты бы хотел Чтобы был сценарий? Он говорит Обо мне Я говорю Я не понимаю Мне кажется, что я стою На горе Карабах И вас снится Я прыгаю Лечу Так криля Как орол Лечу А потом падаю И опять в дерьме Я говорю Значит, во сне ты летаешь А на его Ты Хорошее название Полет и во сне на его Запомни Я быстро записал И вот так осталось И на Никиту я написал Сценарий Главную роль Он говорит Нет, Рома Я говорю У Никиты Очень сильный Бычий глаз Бычий глаз Бычий такой Мощный Так Нужно найти Человек С таким больным глазом Ты Олега Януковского знаешь? Говорю Конечно Мы товарищи с ним Хорошие Дай ему сценарий Прочитать Я Олегу позвонил Он говорит Студия Я говорю Довженко Да не дай бог Лучше монгол кино Чем в студии Довженко А кто режиссер? Я говорю Балаен А кто ты такой? Я говорю Ну есть так армянин Он говорит Я армянин А с одного Параджанова там Ну да Да А этого не знаю Я говорю Ну прочитай сценарий Говорит Ради меня Я взялся в Ленком Оставил на служебном И Олег прочитал в ночь И они вместе с Михалком Ехали сниматься С собакой Баскарили К Игоре Масленнику Где-то в Эстонию И Олег пришел Купе Стал кричать Мережка гений Такой гениальный сценарий Я писал Какой-какой-какой Спросил Никита Попалил Да-да-да И потом Никита Немножко Не обиделся Ну где-то недельку Он говорит Что же ты так Заложил меня Я говорю Никита Ну ты же Это же режиссер Выбирает Не я Ну на этом Мы помирились Немножко Скажу. Мне один приятель говорит, слушай, сейчас одна из самых важных больных тем – это одиночество женщин. Найти нормального мужика, красивого, нормального женщины, очень сложно. Очень сложно. Поэтому, говорит, напиши ты что-нибудь похожее, полеты, но про женщину. Я написал сценарий, который называется «Одиночество сволочь». Вот как Слава поет песню «Одиночество сволочь». Да, я переначал. Там 45 лет актриса, бывшая звезда. Муж есть, но мужа нет. Дочка есть, но дочки нет. То есть семья есть, но семьи нет. И она ночь в канун дня рождения проводит одинокая, болтается по городу. Абсолютно одиночество. Вот такой сценарий написал. Даст Бог, Иван сын будет снимать. Вы всегда, когда пишете сценарий, кого-то представляете, в смысле, актера, персонажа? Нет, нет. То есть иногда просто выписываете персонаж? Сейчас я написал сценарий, горжусь этим, про лесника, который борется с пожарами. Тоже я надеюсь, что Иван будет снимать. Потому что тема наиважнейшая, злободневная. Я надеюсь, что будет снимать. А вот мы начали разговор с любимого кино. А что вы считаете неудачей в вашей кинокарьере? Как сценарист или, может быть, как актера? Все? Все на пять? Нет, у меня нет неудач. Крот, я недавно ехал с такси из Азиатова. А, говорит, Крот снимался, да? Я говорю, снимался. И помню. Сабур, да? Говорю, Сабур. Сонечка, моя любимая. Я очень люблю продюсера Достоля Владимира Николаевича. Я считаю его грандиозным продюсером. Самым крупным, настоящим продюсером. Он 12 лет был директором Мосфильма. Владимир Николаевич Достоль. Есть Николай Достоль, это его родный брат. Есть неудач? Нет. Была такая хорошая картина, но забыта. Отстанной козы барабанщик. Снимал мой земляк, ростовчанин Жора Мыльников. Он вчера она умер. Снял такую среднюю картинку. Жора Бурков в главной роли снимался. Галя Польская там снималась очень... Но я эту картину люблю только потому, что там был Бурков. Одна из таких сложных проблемных картин по восприятию была «Один и жди один» по Лока снимал в главной роли Папанова. И после этой картины я подружился с Папановым. Очень подружился. Он считал меня самым близким другом. Да, мне его дочь сидела на нашем месте, рассказывала, что... Вот. И мы подружились с ним. И он конфликтовал очень сильно с Павлом. И Папанов из этого трагикомического персонажа делал фарс такой. И Папанов говорит, зачем ты мне даешь один носок красный, другой желтый, что я клоун, по-твоему? Я говорю, что ты делаешь, кричал на него Папанов. И кидался драться с ним. Потом я приехал в Пярну, в Эстонию. Мне Анатолий говорит, давай вместе морду набьем по Локи. Ну, так посмеялись, посмеялись. И стали очень дружить. Я жил в теплом стане. Мне Анатолий помог поставить телефон на квартиру. На втором этаже у нас была одна комната-квартирка. А звонили все из будок, возле котельной стояли, будки такие. Ну, странно, при нынешнем крепостном праве, который называется мобильный телефон. Вдруг вот Анатолий помог мне поставить. Поехали в телефонный узел. Он наорал на начальника телефона узла. Вы что делаете? Это великий писатель. Ему иностранцы не могут дозвониться. Какие иностранцы? Ну, был Анатолий Живой. Он же великий был. И актер личность была скромная, талантливая. Ну, смотрите, он вас считал своим другом, а вы любите повторять, что у вас друзей нет. Нет, были. Сейчас нет. Почему нет людей такого масштаба уже? Неинтересно. Я трачу время на ненужный разговор. Ворчание, что сегодня плохо. Я не хочу на эту тему. И так я все вижу. Я же не идиот. Поэтому неинтересно. Тогда был Юматов, тогда был Папанов, тогда был Амурдюков, Гундарева. Понимаете, были личности, с которыми интересно было общаться. У них своя была жизнь, у меня своя. Вот это переплетение давало какую-то третью сторону. А во времена учебы тоже так было, что у вас не было? Нет, я играл на гитаре, пел, а Моша жарил на баяне. Я знал более 500 блатных песен. Ко мне на 4-м бажет, 424-я комната, городок Моссовета. Я играл на гитаре, приходили, как Витя Мережка поет. Девушку большали? Ну, конечно, но не мальчик уже. Ваши киносередия по-разному бывают. Цыганщину пели бы. До этого мы тогда же были модные цыгане. Рада Волшанинова была такая. Мы были в гостях у Радочки. Она, по-моему, не знаю, где вообще жива, не здоровая. Пели цыганщину, блатные песни, слушали. Тогда уже начинали петь Володечку Высоцкого. Вы с ним знакомы были, да? Да, знакомы были. Он очень хотел, чтобы я написал для него сценарий. Привез даже мне синопсис, заявку с Ваней Бортником. Они очень дружили. Ваня Бортник, Сева. Это один из двух его ближайших друзей. Три, еще Сева Бдулов. Да, да. Привез, говорит, Витя, почитай. А в это время Михалков снимал «Радню». Я говорю, Володя, сейчас не могу. Давай, когда чуть-чуть я разгружусь после «Радни». Никита сейчас запускается. И я куда-то потерял эту заявку. Не знаю, где она лежит. Уже пережил все свои архивы, не могу найти. А тут Володечка в конце июля 80-го года умер, когда была Олимпиада как раз. И я не смог написать. Он гений был. А вы ведь еще и опытный со стажем телеведущий. Вы вели... Кинопанорама 7 лет. Да, и не только Кинопанорама. 10 лет я вел моё кино на 2006. Да, на 6-м, который фактически с Эдуардом Сагалавим вы рассказывали. Мы с Агалавим, да. Накаченные губы, накаченные... Все рассказывают, кто с кем переспал, как переспал. Зачем? Это не нужно. Это пошлятина. Кто изменил какие-то... Ну, изменил же, видите, себя отдельно. Что же вы носите-то грязь? Вы начинаете приучать публику к стирке грязного белья. Зачем вы это делаете? Вот так бывает, что людей из кино запоминают по каким-то вот не ролям, а по каким-то их условиям. Не дай бог, Женя, что же там хорошего? Джигарханян, вот... Ну, это... Я Армена Николаевича хорошо знал. Да. У меня дома есть много фотографий, достаточно с ним. Мы однажды идем по старому Арбату. Он так, он всегда ходил, руки опустил. Длинные руки у него, как будто старика играл все время. Говорит, Витя, посмотри, тебя все узнают, на тебя все красивые девочки смотрят. Скажи, это вот, видишь, красиво идет. Скажи, что с тобой рядом сам Джигарханян идет. Скажи, что она мне нравится, хочу с ней познакомиться. Говорит, что я так прямо... Ну, подай, я прошу тебя. Зарушек был, очень любил и понимал женщину. А тут влип. Как ее, ковролина, мандолина, как эта девушка. Ну, да, да, да. Не будем ее пьянить. Нет, не будем. А с Мишей Ефремовым тоже, если ты его запомнят, ведь теперь вот как... Не знаю, я Мишу... Мы выпивали не однажды в Анапе, когда я был президентом кинофестиваля, киношок. Миша приезжал, мы сидели на аберже. Но когда он выпивал, он становится дурным. Он начинал задираться. Я его брату, Мишу, Мишу, все, поехали. Поехали на базу и забирал его. Но ведь это наследственно. Я насколько понимаю, что Олег Ефремов тоже был любитель. Николай Николаевич выпивал, но он никогда не дрался. Ага. Нет. А Миша был буйного характера еще. Ну, вы же тоже дрались с Михалковым, когда... Это в Германии. Ну, это же с ним чурой мы дрались. Да, но в том... Но не друг с другом же. Ну, это да, это вообще... Она отказывается обслушивать. И Никита мне говорит, Витюшка, спина к спине, отступаем. Мы пошли спина к спине. Я одного ударил, он на приходе еще одного ударил. Мы поднялись наверх в номерах себе. Вот по бутылке водки... Это когда выпить... Ну, как... Две бутылки водки на двоих. Это же реально очень много. Мы здоровые парни. Вот мне кажется, сейчас так уже не пьют в вашей среде. Вот мне кажется, актеры молодые, режиссеры... Вы знаете, нет, мы же не были алкашами. Не было, Жень, ну что вы. Мы в начале вышли, когда... Я говорю, коммензи битте. Это мы официант с такими длинными пейсами, такими висками. Коммензи битте. Гебензи битте айн флеш водка. Он цумцвай для двоих. Я, я. Говорит, цумцвай. А, да си, он мёглих. Это невозможно. И выпили, говорит, Витюшка, по полным стаканам выпили. Говорит, маловато, да? Скажи еще. Я говорю, коммензи битте. Ног айнмаль флеш водка. Найн, он заорал. Найн. И когда уже нес эту вторую бутылку, как будто он нес, ну, факел это олимпийское. И поставил. Никита Говорит, Витюшка, по полной. Ну, хорошо было. Мы ехали обратно угостить на мусорной машине. На какой? На мусорной. Мы не знали, как такси заказывать. А денег, дочь марок этих, ГДРшных, было очень много у нас. Много? Много. И мы вышли на улицу из Цедри. У них там, ну, типа Цедри, так и называют Цедри. Стоим, подъезжает мусорная машина. Мы проголосовали. Я на ломаном немецком сказал, куда нам ехать. Отель такой, это не помню какой. Мы забрались по ступенькам к водителю мусорной машины и поехали. Он отвез. Вы когда по-немецки начали говорить, я вспомнил, вы же родились, как Ольгенфельд, как это называется? Ольгенфельд, Ольгенополе. Это немецкая колония. Не немецкая колония. Я не по этому. Я в школе, вдруг в институтах учил только немецкий. Я когда попадаю, давно побывал в Германию, я быстро начинаю разговаривать. А этот Ольгенфельд, он и сейчас так называется? Нет, называется Машина. Когда вы там были последний раз? Вот когда снимал фильм «Хуторянин». Я туда заехал, расплакался. Потом старые дома стоят, немецкого, знаете, мощные, которые время не убивает. Мощные дома стоят Ольгенфельда. И там и мельница стоит такая мощная. Нет, нет, там дух того времени не остался. Ну, запущено, очень запущено все, неухожено. Жалко, потому что это памятники архитектуры, памятники истории моего края. Вот меня удивило одно из ваших высказываний, что вы считаете, что сейчас в нынешних условиях в России не хватает Сталина. При том, что, насколько я понимаю, вы же жили при Васильевиче... Отец не любил Сталина. Не любил, да. Нет, не любил Сталина. Он бежал с плена, и он считал, что он вернулся на родину. Почему же его нужно преследовать? Поэтому он прятался какое-то время, мама его помогала. Потом мама достала военный билет ему, каким-то образом, и медаль за победу на Германии. В общем, он спасся, по сути. То есть коррупция была? Даже сейчас говорят, что при Сталине не было коррупции. Здесь получается, что... Ну, мама, моя бедная. Мама, четверо детей, но какая коррупция? Она пришла... Ну, как она могла достать военный билет? Мы же родитель на вы называли. У меня никогда не подворачивали изыск. Мама, а как вы это сделали? И отец не любил рассказывать про войну. Я говорю, папа, ну расскажите, что было. Сыночек, не надо тебе это знать. Я так понимаю, что основная черта, которую вы от родителей унаследовали, это как раз вот, ну, любовь к женщинам и... Отец мой понимал толк. Хотя мама, мамочка моя любимая, от этого страдала, конечно. А что от мамы вы считаете? Любовь к детям. Мама четверо детей. Сестра наша, младшая, была больна. При родах, там, в 42-м году она родилась. И поэтому роды были не очень хорошие. Она была не очень здорова, там плохо ходила. Вот, ну, четверо детей. Мама не в голову, хотя отец иногда так шалил, а маме в голову не приходило, что отказываться от детей, не дай бог. Поэтому мы... Вот у меня черта мамы. Я удовец уже сколько, 22 года. Я мама, папа. Я свои детей люблю, хоть они взрослые же, ребят, но это мои дети. Это мое счастье, это моя любовь, это моя надежда. Это мое все, это моя жизнь. У меня две страсти. Мои дети и работа. Вы знаете, у нас есть традиция такая, поскольку мы называемся «Золотая рыбка», у нас есть вот прекрасный карась, дядя Володя. Дядя Володя, привет. Я прошу, чтобы у дяди Володи Виктор Иванович что-нибудь попросил, дядя Володя исполнил. Помоги мне снимать фильм «Красный дон», который он написал много лет назад на «России-1». Помоги, дядя Володя, мне, потому что это моя мечта, это в честь памяти моих земляков, казаков донских. Помоги, дядя Володя. Хорошо, а с вас я возьму обещание, что после премьеры «Красного дона» мы снова с вами встретимся в этой красной студии. Огромное вам спасибо. Спасибо вам, Женя. Спасибо.